привет друзья два слова моем канале в ю тубе у меня имеются плейлисты и вот то что вы сейчас смотрите это только мой журнал который выходит регулярно еженедельно по пятницам но кроме этого у меня еще есть в плейлистах саксофон это моя инструментальная музыка и также есть плейлист где я размещаю свои авторские песни песни и клипы так что пожалуйста примите это в качестве информации ну а теперь о чем сегодня пойдет речь как вы уже все догадались я рассказываю о 70-х годах прошлого столетия и годы семьдесят седьмого по восьмидесятый я решил объединить двумя темами это появление танцевального стиля под названием диско и начало заката музыки вокально-инструментальных ансамблей и начну я со второй темы дело в том что вокально-инструментальные ансамбли в то время претерпевали огромные изменения причинами служила то что цензура так и не позволяла музыкантам исполнять западную музыку она уже настойчиво проникла в народные массы и молодежь того времени конца семидесятых радостно танцевала и под музыку бонни н и silver convention и мюнхен машин это было совсем новое звучание совершенно новый стиль в музыке а вокально-инструментальные ансамбли не могли все это воспроизводить на сцене но впрочем некоторым удавалось кое-что ну применяли конечно разнообразные эффекты но звучание электронных конкретных барабанов таких как у бони м например не было ни у кого потому что это студийная запись и бони м это скорее такой проект дискотека на сцене понимаете в чем дело все звучание у них было переведено в сэмплы сэмплированная музыка а вокально-инструментальные ансамбли работали только живым звуком конечно разумеется востребованным было либо звучание каких-то лирических песен или просто красивые голоса ну как я уже сказал перед этим популярность вокально-инструментальных ансамблей конечно уже снижалась в то время это было очень заметно ну во первых часто менялись музыканты и от этого избавиться никому не удавалось например всем хорошо известно что когда в ансамбль веселые ребята пришла еще никому не известная алла пугачева а пришла она где-то в семьдесят четвертом году по моему то многие музыканты просто покинули коллектив о причинах их ухода можно только догадываться и такое было во многих коллективов новую певицу в ансамбле рассматривали как женщину на корабле не к добру а а певицы потихоньку плели свои интриги и сталкивали лбами музыкантов добиваясь своих целей а если к этому добавить ну к примеру ну кто-то недоволен да высказывает свое мнение ну не ту музыку мы им ребята ну не ту или к примеру а почему мне так мало заплатили а руководитель ему в ответ а ты что помнишь как ты опоздал на репетицию а я зато гитару дорогую купил мне ее окупать надо и так далее вот такие разговоры они накручивались накручивались бесконечно накручивались это были проблемы общие или допустим амбиции солиста а я пою больше всех а руководитель ему в ответ да ну ты и пьешь больше всех ты что забыл как мы тебя в ростове в больницу отправили с проломанным черепом урод ты эдакий на танцверанду он решил прогуляться девочек посмотреть и вот такое было практически везде я думаю что и сегодня это все также повторяется в любом музыкальном коллективе музыканты есть музыканты все это постепенно подтачивала творческую атмосферу в коллективе а стиль диска все больше и больше завоевывал популярность в умах и сердцах нашей молодежи того времени нельзя обойти стороной тот факт что появилось огромное количество подпольных рок-групп эдакий андеграунд пытался вырваться наружу из своих подвалов и клубов где репетировали музыканты увлеченные рок-н-ролл они придумывали себе странные названия ну ногу свело монгол шоу дан и их таких было очень много это была мина замедленного действия этим революционерам от музыки естественно запрещалось выступать на профессиональных сценах и уж тем более на телевидении на телевидении в ту пору сидел главный цензор страны по фамилии лапин все что он делал он подчинял всех и вся главному направлению это искусство ради идеи построения коммунизма в нашей стране песни о партии комсомоле комсомольских стройках поэтому пахмутово кобзон самоцветы и подобные все это вот и была главная артистическая тусовка на телевидении того времени что самое интересное сегодня наши телезрители отторгают современную телевизионную тусовку наших артистов даже не то слово просто возмущаются но не хотят все это смотреть в современном телевизионном формате это говорит о том что наше телевидение сегодня себя исчерпала либо надо перестраиваться либо еще что-то надо делать но просто все у них что-то идет не так а что с музыкантами спросите вы но если был когда-то андеграунд рокеров нашей стране о чем я уже вам рассказывал то сегодня нет вообще ничего короче полная ваханалия хочешь выступить на телевидении пожалуйста давай мани не последний из кармана а много мани давай много тут и подумаешь а нахрена это все нам надо или виднее сегодня это сплошная реклама а для нашего ансамбля это получается антиреклама и все таки что же делают юные музыканты объединившиеся в ансамбле но их просто очень много я имею ввиду группы и рэперов и рокеров все повторяется если раньше их не пускали на сцену сейчас их не пускают даже в ресторан только на свадьбы пожалуйста играйте а в чем причина а причина как вы думаете в чем в отсутствие конкурсного отбора музыкантов и солистов в качестве государственной программы развития эстрадного искусства с обязательным награждением денежной премии и приза как это сделано в америке у них это грэмми вот если это произойдет то не будет никакого не баскова ни киркорова уверяю вас это слабина а как все это осуществить это уже ляжет на ваши плечи мы в свое время сделали все возможное для развития искусства и лично я продолжаю но вот на этом времени давайте остановимся это семьдесят девятый год прошлого столетия а что было дальше вы узнаете из следующих выпусков моего журнала присоединяйтесь подписывайтесь делитесь с друзьями ну а я стараюсь отвечать всем взаимностью и благодарностью